Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Продвижение реклама». И с вами в студии ее ведущие Василий Богданов и Татьяна Тормогина. Привет! Добрый день! У нас в гостях Ирина Гусева, генеральный директор АМД России и СНГ. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте! О чем пойдет у нас сегодня разговор? Компания АМД производит процессоры и какие-то решения на базе этих процессоров или с помощью этих процессоров. И вот сегодня мы поговорим о том, как продвигать продукт, который, может быть, не имеет конечного пользователя в лице гражданина, человека, который покупает в магазине компьютер, стиральную машину, телефон. А как продвигать вот эти решения на B2B рынках, которые в дальнейшем используются еще для чего-то, да? Только для начала, вот расскажите, что такое АМД и чем занимается АМД в России. И в чем его отличие, что очень важно, да? У нас на мировом рынке всего лишь несколько очень крупных производителей, которые делают процессоры. Для вашего понимания, что такое вообще процессор? Такая маленькая штучка, которая стоит где-то на руме. Я бы сказала еще меньше, потому что когда первый раз людям, которые вообще не понимают, что такое процессор, мы показываем вот эту вот маленькую штучку, а иногда она вообще вот такая. А еще рассказываем, что для того, чтобы произвести один процессор в среднем для производственного цикла требуется порядка двух месяцев. И что для производства одного процессора он проезжает по заводу порядка двадцати километров. На них это производит неизгладимое впечатление. Поэтому даже партнеры, которые продают и которые каждый день работают с этими изделиями и в сердце, в компьютерах которых стоят эти процессоры, когда они приезжают в наш завод и смотрят на технологический цикл. А там еще должна быть ведь космическая чистота какая-то, то есть там же ни пылинки не должно на него упасть там, да? Там настолько чистота, что там люди, когда, то есть вы как... В скафандрах? Абсолютно белые, белоснежные скафандры, специальная, соответственно, одежда, обувь, одежда, то есть все, амбудирование. Не дающие пылинок. Сто процентов. И камеры специальные, специальное помещение, где это все производится, то есть вы даже туда зайти не можете, у вас сначала специально обрабатывают, одевают, да, и при том не всех пускают. Мне это напоминает, знаете, у нас в свое время передача была «За стеклом» называется, и мы последний раз несколько месяцев назад организовывали очередной тур на завод, у нас один из заводов, недалеко отсюда совсем находится, в Дрездене, огромные заводы. Ну, относительно недалеко, да. Я и шучу, совсем недалеко. И партнеры, которые встали перед большим стеклом, там одно из помещений есть стекло, они на это все смотрят, и я думаю, надо было снимать программу за стеклом. Да, это все в идеальном, вы абсолютно правы. Мы производим процессоры, и мы производим графические чипсеты, графические карты для как раз вот тех, кто любит играть, для кого нужны различных решений. Это мы все производим. Это специализированные такие. Да, то есть мы единственная в мире компания, у которой есть и процессоры, есть и графика. И вы абсолютно правы, у нас процессоры как таковые, либо графические чипсеты, которые мы производим, они не находят большого применения среди конечных пользователей, за исключением тех, которых усовершенствуют систему. Ну, которые сами спаяли их на руках, условно, да, сидят и что-то там... Да, да, вот вы абсолютно правы. То есть они там два года назад, три года назад купили свою систему, сейчас они понимают, что она не отвечает их потребностям, и они решили что-то усовершенствовать. Ну, это очень маленький специфический рынок. Да, да. То есть большинство наших потребителей это либо международные компарации, такие как Acer, Asus, HP, Lenovo, Samsung, Toshiba и так далее, Sony. Либо это локальные производители, которые точно так же собирают либо десктопы, это системные блоки, это вот такая штука, которая у вас стоит... Компьютеры напольные, да. Да, напольные компьютеры. Либо собирают ноутбуки. Кроме того, мы производим большие сложные продукты для серверов, для систем хранения, для облачных вычислений. Вот это вот все... С этим, с продуктом понятно. Да, с продуктом. А МД в России? МД в России. В чем функция? Да, как вы уже... То есть завод-то в Дрездене, в Гонконге или где-то там еще? Да, заводы в Азии и в Дрездене, то есть у нас нет производственных оснастей, у нас есть партнеры, которые привозят на территорию России уже либо СНГ готовые решения, ноутбуки, те же самые системные блоки, серверы. Либо партнеры, которые покупают на территории России через наших дистрибуторов процессоры и ставят эти процессоры в свои собственные решения и продают через свои магазины. То есть мы, как представительство по России и СНГ, отвечаем за поддержку партнеров, за техническую поддержку в первую очередь, за поддержку помощи в продаже и, конечно же, за маркетинг. Ну вот, вот как раз мы... Последние два пункта, они как раз и приобретают, да, такой для нас интерес. Маркетинг, что, в чем он проявляется, что вы делаете? Ну, в зависимости, какой целевой сегмент мы сейчас будем обсуждать. Поэтому любой маркетинг делится, конечно же, на B2B и B2C. То есть B2B маркетинг... Мы как компания МД не пытаемся все свои силы, 100% своих ресурсов потратить на то, чтобы конечным пользователям объяснить, что такое процессор и зачем им покупать процессор. То есть мы работаем в сотрудничестве с нашими потребителями, с нашими партнерами и объясняя, что процессор, либо графика, в первую очередь, конечно, процессор, это центр, это сердце машины, который отвечает и за энергопотребление. То есть в большинстве случаев, там, сколько будет работать ваш компьютер, 8 часов, 6 часов, 7 часов, очень-очень сильно на большую долю зависит от того, какой процессор внутри. Подождите, а разве не от аккумуляторной батареи это зависит? Аккумуляторная – это только мощность батареи. Вы можете поменять мощность батареи, поставив разные процессоры, и у вас будут задействоваться разное количество ресурсов, и в компьютер будет работать разное количество времени. Я, кстати, вот так и тонкости не знал. Если вы помните, несколько лет назад среднее время работы любого ноутбука, когда только ноутбуки начали продаваться на рынке, было там полтора часа, то есть если было два часа, то это было все хорошо, считалось идеально. Я, купив новый ноутбук на базе AMD в прошлом году, летом, мы как раз выпустили новую платформу, поехала в командировку с 10-часовым перелетом. Значит, я его тестировала 8 часов. Я посмотрела два кино, да. Я сидела, работала с Excel, там, с таблицами, потом мне уже надоело, мне захотелось поспать, и он у меня еще работал. То есть это вот как раз новые технологии, которые позволяют, да, работать столь долгой производительностью. Поэтому не зря говорится, что процессор – это центр сердца. А как вы эту информацию доносите? С помощью каких инструментов? Да, если ваши партнеры – это производители и продавцы, то как вы с ними… Что вы делаете, чтобы им это все объяснить, рассказать, и чтобы это им помогло, в свою очередь, осуществить собственные продажи? Как раз это задача нашего представительства. Мы плотно работаем с местными офисами всех этих компаний. Мы плотно работаем с их персоналом, который отвечает за продажи. Потому что они предлагают своим партнерам свои решения, внутри которых стоит AMD. Понимаю, но это вы сказали ровно то, что сказал я. А вот если перевести в конкретику, вот плотно работаем – это что? Например, раз в месяц проводим семинары. Да, я как раз перехожу к деталям. Давайте представим, я буду все приводить на конкретных примерах. Давайте представим, что вы компания, вы находитесь в городе А, Б, неважно в каком. У вас есть пять своих магазинов. И вы эти пять своих… Это стандартный партнер, которых очень много на территории России. Магазин электроники. У вас есть свой магазин, неважно, это может быть 100 метров, 150 или 1000. Вы можете там продавать только компьютер, или вы можете там продавать телевизор, бытовую технику. Есть сетевой какой-нибудь такой, совсем обычный, региональный. Мы можем брать большие, обсуждать, ну давайте берем там региональные, да, региональные, там, региональная компания, у которой там пять, шесть, семь магазинов там в регионе. Вот вы, эта компания, вам нужно продавать. Что для вас важнее всего? Сейчас, но напрямую я вам ничего не покупаю. Я покупаю ноутбуки, там, забираю у этого, у этого, у этого, в холодильнике у этого, все. Конечно. То есть вы покупаете решение, вы покупаете ноутбуки у одной компании, и вы одновременно с этим собираете самостоятельно свои системные блоки. Потому что много лет назад наши российские производители попытались собирать ноутбуки, но, тем не менее, да, эффект масштабирования, который достигается у многих крупнейших производителей, у них не получился. Поэтому наши российские производители еще и хорошо собирают системные блоки, потому что нашим российским потребителям, конечным, которых покупают для себя, невероятно важна гибкость. Чтобы вот им поставили память не один, там, гигабайт, а там, два, чтобы у них был не такой процессор, а такой. А гибкость достигается при локальной сборке. Да. Гибкость достигается при локальной сборке. Потому что, когда мы говорим про ноутбуки, то это более массовый сегмент. То есть, есть цена, есть красивая коробка, в которой это все завернуто, и потребитель покупает и говорит, я хочу играться, или я хочу смотреть кино. Или сидеть в кафе, так сказать, да. И мне он нужен только для интернета, я буду проверять там почту, и больше ничего там делать не буду. То есть, это более массовый сегмент. Когда мы говорим про системные как раз блоки... То есть, это потребительский товар. Да. А системный блок, это закупают IT-директора компаний, и там уже дальше к ним требуются специфические. И не всегда. Много покупают его и для, как первый компьютер в семью. То есть, мама, папа, родители не хотят, чтобы ребенок уносил ноутбук на улицу, чтобы вылил на него кофе. Да, это все потребности. Это потребности. Теперь как? Теперь да, да. Причем, вот где связка между тем самым владельцем пяти, там, или десяти, или двенадцати магазинов и АМД? Как она происходит? Что вам нужно? Вам нужно вас в первую очередь заинтересовать, чтобы вы купили. Нужны какие-то программы, которые сделают интересными покупки в той или иной период, той или иной продукции. Соответственно, это скидки, это специальное ценообразование. Вы говорите сейчас про владельца магазина или конечника? Нет, сейчас я говорю как про B2B, про владельца магазина. То есть, я начну с самого верха, то есть, что нужно для того, чтобы товар зашел на его полку, и дальше я перейду вниз... То есть, сначала цена все-таки. Дальше я перейду вниз, что нужно, сейчас я расскажу. Дальше я перейду вниз, что для такого владельца магазина, для такой сети важно, чтобы этот продукт продавался. Потому что они предоставляют полки. Популярность товара, ценообразование, правильная цена на полки, потому что продукты могут быть похожи. Да. Но... В потребительской электронике сейчас уже невозможно отличить одно от другого. Да. Заходишь, ряды стоят длиннющие, да. Вы правильно, да, говорите. Поэтому, что сначала должен товар попасть в эту сеть. И мы, как АМД, заинтересованы в том, чтобы понятно, что продукция была куплена больше на АМД. Мы работаем с нашими партнерами, либо с этой компанией, которая самостоятельно собирает, и мы делаем, чтобы она закупила больше процессоров АМД, мы делаем для них различные активности, как маркетинговые, так и суккуба сейлс-активности. Они участвуют в различных... Сейлс – это ценовые. Да, ценовые, да. Они участвуют в различных наших программах. Купи столько, получи столько-то. Либо за покупку такого-то количества объемов ты получаешь такое-то количество баллов, на которые ты можешь... Дрезден на завод. На поездку в Дрезден на завод. Лучшие покупатели, кто набрал бы наибольшее количество баллов, очков, неважно чего, по итогам года могут получить дополнительные бонусы, могут получить дополнительную рекламу, которую мы делаем. Ну вот, да, это важный момент. Важный момент, о котором мы расскажем, как раз-таки прервавшись на ту самую рекламу. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Мы продолжаем программу продвижения рекламы. И с вами ее ведущие Василий Богданов. Это я и Татьяна Термогина. Привет. Привет. И у нас в гостях Ирина Гусева, генеральный директор компании МД, Россия и СНГ. И мы как раз остановились на самом интересном моменте. То есть, зашла речь о поддержке сборщика и продавца потребительской электроники, ну, где-то в магазине, да? И мы говорили о том, как же зайти, как первый шаг, который нужен для того, чтобы обеспечить... То есть, поддержка продавца с помощью специальных ценовых предложений с какими-то награждениями. И вот давайте поподробнее, значит, и продолжим. Ну, еще раз повторюсь. Продукт должен быть интересен. Продукт должен быть правильно спозиционирован, был в правильном ценовом сегменте. Потому что, если вы попытаетесь предложить продукт, который технически должен быть в ценовой нише, ну, к примеру, там, 10 тысяч рублей, и вы попытаетесь продать 20 тысяч рублей, то такое не пройдет. Ну, понятно. То есть, смотрите, есть базовые условия, да? Значит, продукт должен быть хорошим. Да. Потому что, если он плохой, ну, ты можешь один раз его с помощью сейлс-продвижения впарить и задоварить склады, но дальше он никуда не пойдет. А партнеры, они понимают, что продукт хороший? Или до них это нужно тоже доносить? Вы правильно сказали. Мы отвечаем за то, чтобы донести для партнеров особенности этого продукта, технические аспекты этого продукта, все плюсы этого продукта, и почему он должен занимать их место. То есть, у нас есть персонал, мы работаем почти со всеми регионами России, и мы собираемся расширяться, которые отвечают за не только обсуждение с партнерами, договориться по каким-то активностям, согласовать какие-то сделки, но в том числе и за обучение. То есть, их задача обучать в первую очередь рассказывать менеджерам по закупкам, о том, почему они должны это закупить, дальше менеджерам по продажам, почему они должны это продать. У них есть специальные презентации, у них есть специальные ролики. Кроме того, мы сейчас делаем специальные демо-системы, где человек приходит и на месте показывает, почему, как это работает, запуская реальные приложения. То есть, открывает ноутбук и говорит, посмотрите, вот мы сейчас рассказываем, что на наших ноутбуках можно смотреть качество HD, то есть, можно кино смотреть HD-качество, он у вас будет очень хорошо работать, он у вас не будет, знаете, как это так, затормаживать. Микрозадержки такие. Да, 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 затормаживать, это вот потребительским языком называется. И подавец в магазин и говорит, а я не верю, это ваши просто презентации, вы мне говорите красивые слова. Да, 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 да. То есть, смотрите, сейчас можно, а вот ведь во всей стране это огромное количество магазинов, огромное количество продавцов. Если поставить себе задачу охватить каждого там владельца пяти магазинов как минимум один раз в два года, то это же колоссальный ресурс для этого требуется. И ресурс колоссальный, а потом еще вопрос стоит как бы закрепление, видимо, этих знаний, информации, да, тестирование, контроля. Да, вы же не отним, у него сотни наименований товаров. И гарантии того, что действительно это будет доноситься, да, в итоге. Во-первых, мы не ставим себе целью объехать всех и показать всем. Как выбрать кого объехать? Во-первых, на сегодняшний день, значит, мы работаем со всеми городами-миллионниками России. И все наши представители располагаются в городах-миллионниках России. Значит, кроме этого, есть огромное количество ресурсов. И благо тому, что интернет проникает в наши семьи все больше и больше, есть возможность сделать так называемые вебинары и тренинги, когда либо продавец, либо любой человек, регистрируясь, заходит на ресурс и может получить информацию. Кроме того, что такое вебинар? Это когда он смотрит в режиме либо реального времени, то есть он регистрируется, и это конференция большая. И он смотрит, как это рассказывают, показывают люди, которые находятся в студии, которые находятся на другой части света, в том числе мировые наши специалисты, которые это разрабатывают. А участвуя в различных этих мероприятиях, в различных этих конференциях, люди изучают продукцию. Они понимают, что такое нюансы, технологии. Они могут точно так же зарабатывать определенные баллы, становиться гуру, помогать другим партнерам рекомендовать. То есть, смотрите, правильно я понимаю, что вот у вас как бы две задачи, да? Одна задача – предложить вашему партнеру, который в дальнейшем продает продукцию с АМД, значит, некое рациональное обоснование. То есть, он должен быть убежден в том, что действительно на рациональном уровне понимания это хороший продукт, который помогает смотреть HD и что-то еще. Второе – вы должны ему дать некую экономическую модель, что если ты будешь продавать мою продукцию, то у тебя будет какая-то выгода. Программа мотивации, да? И третье – вы должны его каким-то образом эмоционально к себе привязать, что вот продай там, не знаю, 100 ноутбуков и поедешь в Дрезден или куда-то еще. Абсолютно правильно. Все программы, которые мы проводим, задействованы, нацелены на достижение двух целей. Первое – чтобы партнер закупил и поставил на свою полку. И второе – чтобы этот товар продался с его полки. Ну иначе какой смысл, да? С его полки. Потому что сейчас наши многие розничные партнеры, они переходят на европейскую систему. Когда они предоставляют полки, у них понимание такое. Мы предоставляем производителям полки, ставим на… И организуем поток покупателей мимо этих полок. Да. А уж вы там пляшите, что хотите сделать. Хорошая у вас продукция, либо плохая продукция. И что будут выбирать – это задача конечных потребителей. И вопрос конечных потребителей. Мы – это магазин, это полка. Мы создаем поток покупателей. Если вы нам помогаете создавать поток покупателей в наш магазин, это еще лучше. И всем это заинтересовано. И мы нашими рекламными активностями, то, что я упомянула ранее, тоже помогаем партнерам. То есть, когда я говорю, закупи столько, ты получишь определенный бюджет за то, что мы тебе весь город зависим рекламными счетами, так называемыми билбордами, или сделаем совместный TV-промоушен, сделаем совместную рекламу на радио. Это все как раз вот клонится к тому, что мы делаем рекламу, зазывая в том числе потребителей покупать те или иные продукты в магазине. Тогда вот еще один вопрос. Ведь смотрите, если AMD сам по себе, как процессор, не продается на полке, а продается только в составе чего-то, то ваши партнеры, вот Acer, Asus, они-то участвуют тоже в этом? Вы вместе выходите на розницу и помогаете им продавать? В зависимости от идеи. То есть, если мы выводим новую технологию, вот, к примеру, это весной, мы выведем абсолютно новую платформу, которая там даст больше преимуществ, дальше возможностей, еще будет больше работать компьютер, больше совершается технология, да, то мы, как AMD, централизованно проводим активность и рассказать, ребята, это новая технология, вы можете эту технологию увидеть у всех наших партнеров внутри. Тогда мы это делаем. Иди смотреть, но еще и слушать, еще и нюхать, еще и бегать. Еще на компьютерах, да, еще вот на таких вот маленьких компьютерах вы можете играть в игры очень высокого продвинутого уровня. Поэтому тогда мы делаем это централизованно. Мы рассказываем, мы показываем, мы мотивируем, мы организовываем какие-то программы, чтобы люди покупали процессоры, компьютеры на новых платформах. И они уже сами, в свою очередь, рассказывают конечным потребителям, что, ребята, это вообще вещь, это фишка, здесь можно играть. То есть, вот то, что вы им рассказали, они перед сказать должны в торговом зале. Да. Но это все-таки конечный потребитель, имеет смысл на него какую-то активность направлять? Или все-таки через производителей, через вот эти вот торговые? Через торговые, в конечном итоге, через менеджеры в торговом зале. 90% активности, которую мы сегодня делаем, направлено все-таки на наших партнеров, на менеджерах в торговом зале. Потому что мы видим тенденцию, что, во-первых, то, что продавцу нравится, как вы правильно ранее заметили, эмоционально, он это продает. Он убедит кого угодно. То есть, если он сам фанат, если у него загораются глаза, когда он говорит, ребята, вот берите вот этот ноутбук, потому что... Все правильно. Да, вот все равно, да, при вопросе, что я хочу, все равно говорят, вы берите этот ноутбук. А ваш бренд, вот эти технологии, они упоминаются, как это доносятся? Обязательно. Именно поэтому наша задача, задача наших людей – донести, насколько технологии, которые в том или ином ноутбуке, прекрасны. Насколько они помогают конечным пользователям решать те или иные задачи. То есть, задача донесения бренда, его преимущества, конечного потребителя перед вашими партнерами в результате B2B-программ стоит? Обязательно. Но это все делается через продавцов. То есть, мы убеждаем продавцов, мы рассказываем, и самое главное, мы показываем, как это работает, и уже, можно так сказать, заряженный продавец рассказывает это все конечному потребителю. То есть, рассказать продавцу не самоцель, а сделать так, чтобы он с помощью этого рассказа увеличил свои продажи, свой бонус, свою зарплату. Как ты его, да? У нас нет, да, вы все правильно сказали. У нас нет человеческих таких ресурсов, чтобы рассказать всем людям о новых технологиях. Потому что рынок IT, он очень быстро меняется. То есть, мы там каждые полгода выводим новые какие-то технологии, усовершенствованные. Поэтому рассказать конечному потребителю нет возможности. Мы рассказываем нашим партнерам, мы рассказываем продавцам в магазинах, как это работает. А когда уже конечный потребитель приходит, задача продавца это все рассказать. То есть, задача продавца быть гуру для потребителя, который пришел за темы и на задачи. Потому что большинство потребителей, они даже не понимают, зачем они пришли. Ну, это получается, что это такая активность на постоянной основе. В течение всего года есть какой-то определенный планомерный такой вот. Обязательно, каждый квартал. То есть, это квартальное планирование, годовое планирование обязательно. Есть еще время немножко, я маленький вопрос тогда. Вот смотрите, а вы потом как-то делаете вот тайных покупателей, которые заходят в магазин и спрашивают, да, контроль какой-то. Вот усвоили они, они, вот смотрите. Рекомендуют и рассказывают. Не для того, чтобы кого-то наказать там, да, а вот вы протранслировали какую-то идею. Она вообще в том виде дошла или она совершенно в другом? Как узнать-то? Так как мы американская корпорация, это одно из любимых занятий американской корпорации. Да. Заходит такой Джон Смит там, да. Здравствуйте, я, да, расскажите мне про процессор. Есть специальное понятие, называется мистери-шоппинг. Да, тайный покупатель. Да, тайный покупатель. Когда проверяется, насколько эффективно отработала команда, была ли вообще здесь команда, проводились ли здесь тренинги, насколько продавцы усвоили полученную информацию, насколько она понятна им, эффективна, и что они предлагают в результате, правильно она была донесена. Да, конечно. И вы проводите какую-то аттестацию, видимо, тоже с какой-то мотивационной программой, зачислением каких-то регулярно. Да, регулярно, кроме того, это не так, что делается там один раз в год, это делается на постоянной основе. Ну, тоже, да, потому что один раз это надо целую армию запустить, а каждый день по чуть-чуть, а ну вот и за год всех промониторили. То есть наша задача не рассказать всем потребителям о том, что AMD выпускает каждые полгода новые технологии, потому что ноутбук или системный блок покупают там раз в несколько лет. И зачем перегружать дополнительные информации конечного потребителя, которому это не нужно, когда есть продавец, у которого ежедневная работа – знать все новости. А вообще вот частота покупки увеличилась? Вот вы говорите, технологии, да, очень рынок развивается, много различных продуктов, решений, а покупательская способность, она увеличивается? Согласно статистике, сейчас меняют систему в целом где-то раз в 2-3 года. Ранее системы жили 5-6 лет. То есть все ускоряется, все ускоряется. Вы посмотрите на мобильные телефоны. Раньше большинство мобильных телефонов были там по нескольку лет. Ну, сейчас там чуть ли не в полгода, да. Некоторые в полгода, но в среднем замена мобильного телефона составляет раз в год. Поэтому да, войти тоже в ноутбуках, в системных блоках идет ускорение. Мы заканчиваем. Поэтому все очень быстро, движется, и передача наша тоже подходит к концу. Ирина, очень просим вас пожелать нашим зрителям. Да, наши традиционные пожелания. Во-первых, хочу сказать спасибо за то, что вы меня пригласили. Было очень приятно. Как всегда, недостаточно времени, чтобы рассказать про все, потому что активности и программ настолько много, что можно брать конкретно каждый пример и про все рассказывать. И зрителям я хочу пожелать удачи и успехов. Потому что компьютеры компьютерами, но тем не менее есть жизнь. Нужно получать удовольствие от жизни. Поэтому всего наилучшего. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях была Арина Гусева. Генеральный директор АМД России и СНГ. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Арина Гусева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова